Зима 1945 года. В Европе близится к концу Вторая мировая война. На востоке Красная армия приближается к границам Германии. До Берлина ей остается всего 80 километров. На Западе наступают американцы. Через три месяца гитлеровский рейх падет, оставив за собой тысячи разрушенных городов и миллионы жертв. Что будет с Европой после войны? Лидеры союзных держав все чаще задумываются об этом. Вот уже полгода они готовятся к новой мирной конференции в Ялте. Эта встреча решит судьбу послевоенного мира. Это была первая конференция в мировой истории, которая занималась глобальными вопросами. Спустя годы, в эпоху Холодной войны, западные политики назовут Ялтинскую конференцию Вторым Мюнхеном. Они создадут миф о том, что это были вынужденные переговоры с Советской империей. Но так ли это было на самом деле? Ялта была пиком сотрудничества между коллективным Западом, как сейчас мы говорим, и Советским Союзом. О чем смогли договориться в Крыму Сталин и Рузвельт? Почему Черчилль не был доволен ходом переговоров? Что союзники скрывали от Сталина? Сегодня мы можем по минутам восстановить события тех дней. Крыму Сталинской области 6 июня 1944 года началась крупнейшая в мировой истории десантная операция. К берегам оккупированной немцами Франции подошли 7 тысяч боевых и транспортных судов. В небе над Ла-Маншем кружила британская авиация. Операция под кодовым названием «Нептун» началась ночью 6 июня. На побережье были заброшены 24 тысячи десантников-парашютистов. На земле их ждала вооруженная до зубов 7-я армия вермахта. В 6.30 утра на участке побережья шириной 80 километров началась высадка морской пехоты. На берег сошли 156 тысяч солдат. Немцы встретили их перекрестным пулеметным огнем. В первые часы боя погибло несколько тысяч человек. Командующий 1-й американской армией генерал Брэдли готовился отдать приказ об отступлении. Только на следующий день, 7 июня, отдельным группам десантников удалось захватить береговую полосу глубиной до 5 километров. Так началось освобождение Северной Франции. Высадка в Нормандии стала первым этапом стратегической операции «Оверлорд». К концу июля союзники захватили глубокий плацдарм на побережье. А 25 августа освободили Париж. В сентябре немецкие войска отступили из Северной Франции и заняли оборону на укрепленной линии Зигфрида в Бельгии. Здесь союзники увязли в тяжелых боях. Наступление было остановлено почти на 4 месяца. Британцы рассчитывали, что в Германии может произойти переворот. Сейчас они как никогда нуждались в смерти Адольфа Гитлера. На протяжении всей войны, особенно Черчилль, рассчитывали, что позиционные силы в Германии сумеют осуществить переворот, убрать Гитлера, открыть фронт на Западе, и без труда западные армии смогут, в кавычках, «освободить Европу». Эта вот идея, она закрепилась, так сказать, в голове особенно Черчилля. Он пытался соблазнить этой идеей Рузвельта. Но Рузвельт был, конечно, больший прагматик, и его как раз опасения подтвердились, потому что в декабре 1944 года Гитлер, чтобы пугануть как следует западных союзников, он неожиданно нанес удар. 16 декабря 1944 года немецкие войска перешли в наступление в Орденах. Впоследствии его назовут «Атакой отчаявшихся». Немцы бросили в бой последние силы – две танковые и одну полевую армию. Всего за неделю они прорвали фронт союзников и оттеснили их на 90 километров. Было разгромлено несколько американских дивизий. Под угрозой оказалось само существование Западного фронта. Вот эта ситуация, когда на Западе задрожали буквально, вся эта эйфория победная, которая была начиная с июня, и которая отражена в сегодняшних американских фильмах, она оказалась под угрозой, причем немцы действовали очень жестоко. То есть это была вообще ситуация на грани полного погрома. И тогда Черчилль, приступив через самолюбие, он обращается к Сталину с известной телеграммой, что на Западе идут тяжелые бои, не могли бы вы ускорить сроки своего наступления. Сталин на это пошел. В январе 1945 года Красная Армия освободила большую часть Восточной Польши и стояла на подступах к Варшаве. Шла перегруппировка войск и пополнение резервов. Дальнейшее продвижение было запланировано на 20 января. Получив телеграмму Черчилля, Сталин отдал приказ начать наступление на неделю раньше. В операции по форсированию Висла и Одера участвовало более двух миллионов солдат. Всего за 20 дней они преодолели 500 километров и оказались в 60 километрах от Берлина. Чтобы остановить русских, Гитлер отдал приказ срочно перебросить из Орден на восток несколько свежих дивизий. Только после этого союзники смогли объединить разрозненные армии. Спустя две недели им удалось окружить 300 тысяч немецких солдат. Так, благодаря Красной Армии, Западный фронт был спасен. Советская сторона пошла чисто в силу исполнения союзнического долга. Потому что в конце концов она могла бы повторить всю эту историю со Вторым фронтом, но добивает вас, гитлеровцы, может быть, нам подождать, пока они это сделают. Но в такие игры, кстати, надо отдать должное, Москва не играла. Это была все-таки общая война, общий враг, и действовали соответствующие. Вот это была та военно-политическая обстановка, которая формировала психологию времени. В Лондоне и Вашингтоне с тревогой наблюдали за успехами Красной Армии. Союзники боялись потерять контроль над Восточной Европой. Нужно было срочно договариваться со Сталином о послевоенном мире. Летом 1944 года премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и президент США Франклин Рузвельт настойчиво приглашали Сталина приехать на мирную конференцию. Черчилль предложил назвать эту встречу кодовым словом «Операция Оргонавт». Выбор места и времени был вопросом переговоров, довольно интенсивной переписки Сталина с Черчиллем и Рузвельтом. И впервые Черноморское побережье, пока еще не Ялта, возникло в разговоре нашего посла в Вашингтоне Громыко с Гопкинсом, правой рукой Рузвельта в годы войны. Потому что Гопкин знал, что Сталин далеко не поедет. Хуже места, писал Черчилль, мы не могли бы найти, чем Ялта. Но все-таки он в принципе не возражал. А вот Рузвельт уперся. Сталин, значит, когда Рузвельт совсем было категорически отказался, предложил послать вместо себя Молотова на встречу. И тогда Молотов поедет куда вам угодно. Ну и такой мягкий шантаж, который, в общем, увенчался успехом, потому что Рузвельт сдался и согласился приехать в Ялту. Лидеры союзных держав прибыли в Ялту 3 февраля. В этот день небо над Крымом охраняли 160 советских истребителей. На земле было мобилизовано полторы тысячи солдат внутренних войск НКВД. Утром на военный аэродром Саки прибыли американские и британские дипломаты. Вблизи летного поля для них были установлены три большие палатки, где стояли столы с бутылками водки, коньяка, шампанского, тарелки с икрой, копченой осетриной и семгой. В 11 утра приземлился спецборд американского президента. 32-й президент США Франклин Рузвельт, несмотря на тяжелую болезнь и инвалидность, пользовался всеобщим уважением и авторитетом. Американцы избирали его президентом четыре раза. Больше, чем кого-либо в истории Америки. Действительно, с конца 20-х годов Рузвельт серьезно болел. Перенесенный подемелит, его последствия сделали его инвалидом. Кстати, его плохое самочувствие стало основанием для многих критиков Ялты в последующем утверждать, что он во многом из-за этого уступал Сталину. Это не так. Рузвельт был очень сильным политиком, чрезвычайно сильным переговорщиком, жестко отстаивал американские интересы. В полдень на горизонте показался тяжелый британский борт Авра-Йорк – самолет Уинстона Черчилля. 70-летний премьер-министр, которого впоследствии назовут «величайшим британцем в истории», родился в золотой век британской колониальной империи. В юности он сражался за интересы короны в Южной Африке, а, сделав политическую карьеру, объявил крестовый поход против коммунизма. В начале Второй мировой войны Черчилль стал самым популярным политиком Британии. Никогда не скрывавший своей ненависти к большевизму, в Крыму Черчилль с неизменной улыбкой приветствовал советских дипломатов. Он все еще рассчитывал, что вместе с Рузвельтом они смогут сдержать амбиции Сталина. И если это не удастся сделать на фронте, то получится за столом переговоров. Господин президент, господин премьер-министр, почетный караул в честь вашего прибытия Союз Советских Социалистических Республик построен. Начальник почетного караула, старший лейтенант Казупеев. Они оба принадлежали, так сказать, коллективному западу, как сейчас принято говорить. Но это были очень разные люди. И они принадлежали к разным эпохам. Можно сказать так, что Рузвельт принадлежал к эпохе неоколониализма, а Черчилль принадлежал к эпохе старого махрового колониализма. И сталкивались они очень часто на почве того, как трактовать понятие демократия, свобода, антифашистская борьба, борьба за суверенитет, за независимость и так далее. Потому что когда Рузвельт распространял идеи борьбы за освобождение на колониальную сферу, где музыку заказывали англичане, Черчилль это выводил из себя. Известны его эти слова «никогда, никогда, никогда». Я не буду там премьер-министром при гибели Британской империи. Специально для делегатов из США в Крым доставили новые автомобили. Бронированные «Линкольн», два «Кадиллака» и 20 седанов «Шевроле», которые Рузвельт подарил Советскому Союзу. Сам президент путешествовал по Крыму на американском военном джипе «Виллис» со специальным сидением и металлическим поручнем с правой стороны. Высокий такой барьер был для того, чтобы Рузвельт не выпал на дорогу в случае какого-то резкого маневра. А между тем, так именно и произошло. Маневр машины на перевале, поворот, и ограничитель открылся. Американская охрана, которая сидела на заднем сидении, не успела среагировать. Наш водитель одной рукой, продолжая управлять машиной, другой придержал американского президента и предотвратил возможное несчастье, которое могло быть фатальным. Крымский полуостров находился в немецкой оккупации 865 дней. Нацисты разрушили всю промышленность Крыма, вырубили старые виноградники, разграбили и сожгли большинство музеев, библиотек и дворцов. Взорвали старейшую в России Семиистскую астрономическую обсерваторию, которая была основана еще в 1908 году. За время оккупации немцы истребили в Крыму свыше 200 тысяч мирных жителей. Многих убивали с особой жестокостью. В одной из больниц Симферополя нацистский хирург Оскар Шульц открыл лабораторию, где изучал воздействие ядов на живых людей и удалял у них внутренние органы. После освобождения города на территории этой больницы было найдено 10 тысяч трупов, жертв чудовищных экспериментов. Взорваль, то Сталин хотел показать, что натворили гитлеровцы в Советском Союзе. Ему очень хотелось, чтобы американцы увидели, какой ценой досталась победа, и что Советский Союз, по сути дела, прикрыл другие государства, другие народы. Взорваль, кстати, это увидел. Он прямо говорил, что я, после того, что я увидел, я стал намного более жестоким к немцам. Накануне конференции по приказу Сталина в Крыму были срочно восстановлены старинные дворцы. Крупнейший из них, Ливадийский дворец, был построен в 1911 году и до революции служил летней резиденцией русской императорской семьи. Дворец предназначался для заседания дипломатов, здесь же были приготовлены покои для американской делегации и лично президента Рузвельта. Уинстон Черчилль разместился в 11 километрах южнее, в роскошном дворце генерал-губернатора Новороссии графа Воронцова в Алубке. Для Иосифа Сталина был приготовлен самый скромный Юсуповский дворец в Кориизе. В течение двух месяцев более двух с половиной тысяч рабочих, специалистов готовили дворцы, ремонтировали дороги, делали все необходимое. Вплоть до того, что ковры, посуда, мебель в разрушенной войной Крым доставлялись из Москвы, в частности, из отеля «Совой», «Националь». Даже к мелочам Сталин был внимательен. Зная, скажем, о том, что Рузвельт почитает в интерьере голубые тона, голубые оттенки, и ванная комната, и занавески на окнах, и обивка мебели были сделаны именно таким образом. Мирная конференция в Ялте до последнего момента держалась в строгом секрете. По предложению Черчилля в Крым не пустили даже журналистов. Присутствовало лишь несколько военных кинооператоров. На случай диверсий и провокаций в Ялте было развернуто 76 зенитных пушек и почти 300 крупнокалиберных пулеметов. Любой самолет, появившийся над Крымом, должен был немедленно сбиваться. На случай бомбардировки в Ливаде были сооружены бомбоубежища. С моря полуостров прикрывал военный флот союзников. Для охраны президента Рузвельта в Ялту прибыло подразделение американской морской пехоты. А для охраны Сталина выделено 100 сотрудников госбезопасности и батальон специально обученных войск НКВД. За одну ночь до начала конференции вокруг Ливадийского дворца был выстроен забор, стена в 4 метра. Было днем два кольца охраны НКВДшников, которые ни в коем случае не пропускали, не то что там кого-то, а тщательно обыскивали каждого, даже членов делегации. А ночью выставлялось третье кольцо пограничников с собаками. Иосиф Сталин вместе с советской делегацией прибыл в Крым на поезде за три дня до прилета союзников. 4 февраля он впервые встретился с лидерами союзных держав. В 5 часов вечера в Ливадийском дворце делегации собрались за столом переговоров. Сталин неожиданно попросил Рузвельта открыть конференцию и быть ее председателем. Он прекрасно начнет расположение духа. Он улыбается, он приветлив, он спокоен, он расслаблен, он добродушен. И все это на фоне наших огромных побед. Союзники опасались, что это может ударить ему в голову, что он приедет таким триумфатором, который начнет грубо, жестко диктовать свои условия. Вот этого не произошло. Сталин понимал, что умнее вести себя хорошим хозяином, уступчивым, разумным, сдержанным. И вот это тоже произвело большое впечатление. Переговоры в Ялте стали единственным случаем в мировой истории, когда будущее Европы и всей планеты целиком зависело только от трех государств. СССР, США и Великобритания. Великобритания на протяжении последних двухсот лет была крупнейшей в мире колониальной империей. Под властью британской короны находилась Индия, Канада, Австралия, Новая Зеландия, большая часть Восточной Африки и тысячи островов по всему свету. Сохранять единство такой империи становилось все сложнее. В Британской империи уже, так сказать, по швам расползалась, особенно Индия, и Рузвельт не скрывал, что он был противником Британской империи. И это было у них общее со Сталином. Аж Сталин тоже считал, что, конечно, Британская империя – это архаизм, это пережиток прошлого. Для Черчилля это было невозможно. Он уже сказал, что он не собирается председательствовать при распаде Британской империи. Он был настоящий старый британский империалист. За полгода до Ялтинской встречи англичане утвердили специальную директиву, которая прямо называла СССР главным врагом империи. Чтобы ослабить влияние Сталина в послевоенной Европе, Черчилль планировал окружить Советский Союз поясом подконтрольных Британией государств. Поэтому для Черчилля, особенно вопрос Восточной Европы, Балкан, Средиземноморье, сохранение там позиций в Великобритании был, пожалуй, самым главным. Вопросы послевоенного мира Черчилля не очень интересовали. Это в основном было дело Рузвельта, связанное с ООН, прежде всего, конечно, с участием роли в нем Советского Союза. Главной задачей Соединенных Штатов в 1945 году был скорейший разгром милитаристской Японии. В это время американцы вели ожесточенную войну на всем Тихом океане. Рузвельт рассматривал СССР как союзника, который поможет Америке сокрушить общего врага. В обмен на это он был готов пойти на уступки Сталину в Восточной Европе. В представлении президента новый мир должен строиться на согласии великих держав, каждый из которых имеет право на защиту своих национальных интересов. При этом Соединенные Штаты давали себе ясный отчет в том, что статус Советского Союза существенным образом изменился. И игнорировать это обстоятельство невозможно. Складывалось устойчивое представление о том, что в новом мире Соединенные Штаты Америки и Советский Союз займут особое положение. Главной целью Иосифа Сталина было обеспечение безопасности Советского Союза. Июнь 1941 никогда не должен повториться. Гарантией этого могли стать новые союзные правительства в Восточной Европе. Самый уязвимый фланг был западный, поэтому обезопасить нужно прежде всего границы. Сталин думал не столько о расширении, об экспорте революции, расширении советского влияния за пределами этого пояса, окружавшего Советский Союз. Если посмотреть, он, в общем-то, мыслял категориями восстановления Царской империи, географически. Конференция в Ялте проходила 7 дней – с 4 по 11 февраля. Первое рабочее заседание состоялось утром 5 февраля. На повестке дня стоял вопрос о разделе Германии на зоны оккупации. В стране предполагалось выделить три зоны, границы которых должны соответствовать положению союзных армий. Это было временное решение для наведения порядка. Никто не рассматривал их как вечное закрепление раздела Германии. И уж совсем не Советскому Союзу было на этом наставить, потому что советская сторона, она относилась очень критически к планам так называемого расчленения Германии. Ведь, понимаете, сталкивались два потока настроений на Западе. Первый поток настроений – Гитлер нарушил правила честной конкуренции. И желание мести многими очень руководило наказать Германию, ее расчленить, сделать, как говорил Черчилль, пасторальным государством. Но потом, по мере приближения конца войны, стали появляться другие настроения. А что будет с Европой, Черчилль считал. Англия всегда играла на балансе сил в Европе. А кто будет балансировать могучий Советский Союз? Значит, надо было облегчить участь Германии, уже тогда он считал, и добиться возрождения Франции. Французская армия была разгромлена вермахтом в 1940 году всего за три недели. Однако Черчилль потребовал выделить французам собственную оккупационную зону. Сталин не возражал. Судьба Германии мало беспокоила советского лидера. Гораздо больше интерес для него представляли репарации. Так называли платежи в счет ущерба, нанесенного войной. СССР потерял треть национального богатства. На восстановление нужны были колоссальные средства, которых в тот момент в стране просто не было. По сути дела, вся внешняя политика сталинская, она была посвящена там не экспансии, не захвату чужих территорий, или там подчинению себе государств, или распространению социализма на другие страны. Все это липа, полная. Она была подчинена одной задаче. Найти любые возможности для послевоенного восстановления. И репарации, они ему казались, ну, если не спасением, то, во всяком случае, частью решения этой проблемы западники рвались к активам Германии за рубежом. И Сталин щедро потом готов был это им отдать, с тем, чтобы они дали ему возможность получить репарационные платежи. Уинстон Черчилль слушал Сталина с нескрываемым раздражением. Он напомнил об опыте Первой мировой войны. Тогда Германия должна была возместить союзникам космическую сумму – 269 миллиардов золотых марок, что было эквивалентно 100 тысячам тонн золота. В результате нацисты развязали новую мировую войну. Советская делегация предложила иной план. С Германии следует взыскать всего 20 тысяч тонн золота. 10 из них достанутся СССР. Остальные будут поделены между союзниками. Часть репараций следовало изъять в виде натуры – промышленного оборудования, сырья и готовой продукции, которую Германия будет поставлять в Советский Союз на протяжении 10 лет. Эта позиция была подтверждена детальными расчетами, которые просто поразили американскую и английскую делегации. Они не были готовы к этому и не имели никаких альтернативных документов. Возражать было трудно. Черчилль принял доводы Сталина, но надеялся перехватить инициативу на переговорах в свои руки. Впереди был главный вопрос всей конференции – судьба послевоенной Польши. В 30-е годы 20-го века Польская Республика была главным союзником Британии в Восточной Европе. В 1939 году Польша отказалась пропустить части Красной Армии через свою территорию к германской границе. В сентябре, всего за две недели, страна была оккупирована вермахтом. Польское правительство бежало и вскоре осело в Лондоне. Оттуда оно руководило армией Краевой – крупнейшим партизанским движением на территории оккупированной Польши. Правительство польское, которое окопалось в Лондоне, которое проиграло Гитлеру – это правительство было не просто антисоветски настроено, оно было бы, я бы сказал, шизофренически антисоветски настроено. Договариваться с ним, особенно после 1943 года, было практически невозможно. И более того, это было очень авантюристическое правительство, которое руководили армией Краевой, которое стреляло в спину советским войскам, которые вошли в Польшу, освобождали Польшу. И считали даже некоторые командиры, что советские солдаты больше противники, чем гитлеровцы. Абсурд полный в ситуации войны. В августе 1944 года в Варшаве поляки подняли восстание против нацистов. Повстанцы действовали по указу лондонского правительства и не сообщили советским командирам о готовящемся мятеже. Главной целью польских партизан было захватить власть в городе до того, как в Варшаву войдут части Красной Армии. Немцы жестоко подавили восстание. В результате авантюрного решения польского правительства в изгнании погибло 100 тысяч жителей города. Тем не менее, лондонские политики попытались переложить вину за свой провал на Иосифа Сталина, в то время как истинные виновники трагедии заседали в самых высоких британских кабинетах. Почему-то никому не приходит в голову задуматься о синхронизации покушения на Гитлера 20 июля 44-го года и началом так называемого Варшавского восстания 1 августа 44-го года. А связь была самая прямая. Черчилль убедил поляков, что придет оппозиционная группировка, а вы в этот момент захватываете Варшаву, поднимаете довоенный флаг, и Сталину ничего не останется, как признать это правительство. Это была, конечно, колоссальная авантюра и колоссальная интрига. Польша была освобождена Красной Армией накануне Ялтинской встречи, 3 февраля 1945 года. К этому времени в городе Люблин было создано новое временное правительство Польской Республики. На Западе его не признали. Польское правительство в миграции заявило, что Люблинский комитет подчиняется Сталину. Партизаны армии Краевой выслеживали и убивали членов комитета. За годы войны от их рук погибло несколько тысяч участников польского коммунистического движения. С каждым днем ситуация становилась все более напряженной. Сталину, Черчиллю и Рузвельту предстояло решить, кто войдет в состав правительства освобожденной Польши. Речь держал Уинстон Черчилль. Он заявил, что весь цивилизованный мир смотрит на Польшу и ждет, что в ней будут проведены свободные и демократические выборы. Британский премьер-министр добавил, что никогда не поступит с интересами поляков, ведь для него это дело чести. В ответ Сталин заметил, что люди, которые стреляют в спину бойцам Красной Армии, не могут вновь возглавить польское государство. Черчилль говорил, что вопрос о Польше – это вопрос нашей чести. И Сталин сказал, что для Черчилля это вопрос чести, а для нас это вопрос жизни и смерти. Потому что Польша служила всегда коридором агрессии против России, а потом против Советского Союза. Острые дискуссии разгорелись и вокруг новых государственных границ послевоенной Польши. Старая советско-польская граница проходила по так называемой линии Керзана. В 1921 году в результате Советско-польской войны Польша присоединила к себе часть территории Белоруссии и Украины. В переговорах со Сталином Рузвельт предложил восстановить границу по линии Керзана, но при этом оставить Польшу-Львов и расширить ее территорию за счет земель на юге Украины. Пойти на такой щедрый жест Сталин не хотел и не мог. Он предложил отдать полякам часть Восточной Пруссии, а исконно белорусские и украинские земли вернуть в состав Советского Союза. Сталин шел на уступки, но для Рузвельта его очень просил Львов оставить за поляками. Сталин был категорически против. Но на 5-8 километров изменить границу в пользу Польши он согласился. Черчилль когда стал говорить удивленно, что Львов никогда не был русским городом. Сталин на это ответил, что Варшава была. И Черчилль тут же замолчал, потому что логика была железная совершенно. Или там, допустим, решался вопрос о границе. И Сталин говорит, подождите, но мы о чем спорим? Это линия, которую ваш лорд Керзен в 19-м году предложил. Я не могу быть меньшим русским, чем был лорд Керзен. Вот были его, так сказать, замечания, которые обезоруживали. Сталин, конечно, был главным дипломатом, главным переговорщиком в Ялте. Он был, конечно, хорошим очень психологом. Он был очень собранный. Ни одного лишнего слова, что это он нравился еще. Ни одного лишнего слова. Вы почитаете даже стенограмму, Рузвельт растекается по древу. Черчилль тоже заносит. Бывают красноречия, конечно, блеск там определенный. Но по сути, это идет сплошной такой, извините, треп. Уинстон Черчилль на протяжении долгого времени вел двойную политическую игру. За четыре месяца до Ялты, в октябре 1944 года, британский премьер специально приехал в Москву, чтобы окончательно решить польский вопрос. Черчилль согласился выполнить все требования Сталина относительно Польши, если тот позволит сохранить ему контроль над Грецией, которая связывала Великобританию с ее восточными колониями. Ну, у Черчилля были свои такие сугубо эгоистические планы в 1944 году. И его поездка вызывалась в основном тем, что он хотел, учитывая, что Красная Армия продвигалась уже к Балканам и начинала освобождать Восточную Европу, ему важно было ограничить советское влияние в тех странах, которые были в зоне британского влияния. Знаменитая сделка, когда Черчилль предложил Сталину, как он сказал, грязный документ, где было просто написано, сколько процентов влияния у СССР и Великобритании будет в каких странах. В этой записке Черчилль собственной рукой до процента разделил будущее влияние в странах Восточной Европы. Британия получила Грецию, взамен отдавая СССР Румынию и Болгарию. В кулуарной беседе Черчилль обещал поддержать польские планы Сталина и в этой связи просил его не приглашать в Ялту поляков. Он боялся огласки. В стенограмме беседы Черчилля со Сталиным от 14 октября 1944 года говорилось. Если сведения об этом проникнут в прессу, то поляки могут поднять большой шум. Поэтому он, Черчилль, думает, что лучше было бы держать все это дело в строгом секрете, включая и тот документ, который он показал сейчас маршалу Сталину. Сталин принял предложение Черчилля, но был удивлен той легкостью, с которой британский премьер распоряжался судьбами европейских народов. Сталин, например, говорил, что меня там считают диктатором, но я не настолько диктатор, чтобы, скажем, формировать польское правительство, не спросив мнения самих поляков. Хотя Рузвельт и Черчилль совершенно спокойно относились к этому. Хотя при этом Черчилль воспевал маленькие государства и говорил, что маленькие птички, они имеют право петь своим голосом. Но когда дело доходило до конкретных вопросов, какие там поляки, мы за них все решим. Сталин говорит, подождите, как это можно делать? К 8 февраля ялтинские переговоры по Польше зашли в тупик. Франклин Рузвельт решил поговорить со Сталином наедине. Он предложил пойти на компромисс, объявить, что в будущих выборах в польский Сейм смогут участвовать все нефашистские партии. Сталин согласился с этой формулировкой. Взамен союзники принимали предложение Сталина о новых польских границах. На Западе это решение восприняли неоднозначно. В Лондоне и Вашингтоне нашлось немало людей, обвинивших Рузвельта в излишней уступчивости. Это старое обвинение в адрес Рузвельта о том, что он дал слабину, что он якобы продал, так сказать, интересы. Прежде всего, Восточная Европа сдал Сталину порядки умиротворения. Ну, это, в общем, очень уязвимая позиция, потому что они не могли ничего уже изменить. А главное, это было все следствием стратегических решений более раннего времени. Если бы не Красная, если бы они освободили Центральную и Восточную Европу, был бы другой разговор. Но они не хотели открывать фронт второй раньше. Они, так сказать, предоставили возможность Советской Армии освободить Центральную и Восточную Европу. И в этом смысле все остальное уже из этого следовало. Уже, так сказать, поменять этот неоспоримый факт и лишить Советский Союз и присутствие, и влияние в этих странах было уже невозможно. Это отнюдь не означало разделение мира на сферу влияния, как Ялту трактуют некоторые западные историки. Или предательство Рузвельтом, интересов европейских стран. Это означало уважение интересов непосредственной безопасности государства-союзника. То есть намечалось очень широкое, я бы сказал, планетарное взаимопонимание между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Сталин обещал Рузвельту вступить в войну с Японией через 2-3 месяца после капитуляции Германии. После войны сотрудничество СССР и США должно было продолжиться в рамках новой глобальной структуры – Организации Объединенных Наций. Автор этой идеи, Франклин Рузвельт, предлагал собрать представителей крупнейших стран мира, которые вместе и сообща смогут решать проблемы экономики, политики, войны и мира. Сталин сразу поддержал этот план, а Черчилль отнесся к нему с демонстративным равнодушием. Даже в рамках ООН он не видел перспектив для сотрудничества с СССР. Британцы очень относились к этому настороженно, и для них Советский Союз был уже потенциальным противником. Для Рузвельта вопрос еще был открытым. Он считал, что Советский Союз может эволюционировать в сторону большей либерализации, и что если он сохранит влияние на Сталина, в том числе и в Ялте, это будет, поможет этому делу, потому что он прекрасно понимал, что Сталин – это хозяин СССР. И какая будет программа у Сталина в голове, так, в общем-то, и будет советская политика строиться. 10 февраля лидеры союзных держав собрались во дворике Ливадийского дворца. Перед объективами фото и кинокамер они улыбались и дружески жали друг другу руки. Сталину удалось отстоять интересы СССР в Восточной Европе и добиться выплаты репараций. Рузвельт жил надеждой на скорое окончание войны и начало новой эры международных отношений. А вот Черчилль не смог добиться всех поставленных целей. Ограничить влияние США и Советского Союза на мировую политику было уже невозможно. Никакой холодной войной в период Ялтинской конференции не пахнет. Были разногласия, но все-таки основное настроение было, что после общей борьбы против общего врага нужно общими усилиями строить послевоенный мир. Поэтому все вот эти заявления на Западе, что в Ялте было совершено предательство Западом, что там вот корни холодной войны, что именно раскол коалиции начался именно там, все это полное, полное антиисторическое, я бы сказал, суждение. 9 апреля 1945 года, всего через два месяца после Ялты, президент Рузвельт скоропостижно скончался. Его преемником стал сенатор Гарри Трумэн, жесткий и самоуверенный политик, мировоззрение которого американцы сравнивали с кругозором командира роты. Почти сразу Трумэн свернул все инициативы своего предшественника, взяв курс на сдерживание Советского Союза. Черчилль горячо поддержал нового американского коллегу. В мае 1945 года, только что капитулировала Германия, Черчилль просит свое военное командование разработать план войны с Советским Союзом. Сейчас известно, что этот план стал известен Сталину. Причем в этой войне должны были участвовать и американцы, и, что еще более интересно, поляки и немцы. Часть вермахта, который не случайно англичане не разоружали, сохраняли германское оружие впрок. Ну как мог Сталин реагировать на такие сведения? Конечно, это очень серьезный сигнал. Идея сдерживания СССР быстро завоевала умы американской политической элиты. В борьбе с коммунизмом только США могли претендовать на лидерство в западном мире. Под прикрытием этой борьбы они могли распространять свое влияние на все регионы планеты. Поэтому американцы сделали все, чтобы еще до кончания войны сохранить и даже расширить свое присутствие по периферии Евразии. Внутренне забраться было трудно, но надо было создать опорные точки по всему периметру. Начиная от Исландии и кончая Японии и Дальним Востоком. И уже тогда планируются базы военные, которые должны быть созданы с точки зрения американских военных, стратегические базы. Все это было как раз по существу, по границам Советского Союза. И это делалось в те времена, когда Советский Союз не считался еще врагом. Но потенциально, потенциально, он начинал уже рассматриваться как проблемная страна. Вот это была логика. Она, к сожалению, возобладала. Шестого августа 1945 года американцы сбросили атомную бомбу на Хиросиму. Это было первое в истории боевое применение атомного оружия. Спустя несколько месяцев в секретных директивах американских спецслужб было указано 20 советских городов для возможной ядерной атаки. Разработка ядерного оружия велась в США на протяжении всей войны. Но от СССР это тщательно скрывалось. И, судя по свидетельствам Черчилля, в Ялте, в кулуарных разговорах, этот отец с Черчиллем, он пытался, он порывался рассказать об этом Сталину. Черчилль, по его словам, его от этого категорически отговорил. Вот потом Сталин скажет, Громыка, почему Рузвельт мне в Ялте не сказал об атомной бомбе? Ведь мы же союзники. А в тосте, по заключению конференции, он тоже намекнул на нечто подобное, сказав, что наш союз крепок, потому что мы ничего не скрываем друг от друга. Правда? Обращаясь к Рузвельту и Черчиллю. Что бы изменилось, если бы Рузвельт об этом сказал, можно только гадать. Всего через два года после Ялты в мире началось противостояние, которое сегодня называют Холодной войной. Этот период длился больше 40 лет. За это время несколько раз наша планета могла быть уничтожена в ходе ядерной войны. Идеологическое противостояние двух великих держав практически стерло из памяти эпоху, когда русские и американцы вместе думали о будущем мира, о том времени, когда СССР и США могли сделать нашу планету лучше и безопаснее. Возможно, именно об этом думал Франклин Рузвельт, покидая Крым. После его ухода исчезла и последняя надежда на мирное существование народов.